У границ ситуация явно ухудшается. Более того, после заявления американских должностных лиц о данных разведки, что Россия ищет и пробует создать казус Белли, то есть предпосылки к войне, повод для военного отражения, это становится очень опасно. Тем более, давайте не забывать, что у нас есть довольно много внутренних провокаторов, работающих на России, которые напрямую с Россией не совсем ассоциируются, которые могут этому подыграть. В России важно что? Чтобы произошел какой-то взрыв, какое-то нападение. Самый лучший вариант при помощи химических веществ. Что-то там перестарались, вот сейчас аммиак у них в Горолевке порвало, ну как бы Украину в этом винить трудно. А если бы это сделали своевременно и не совсем на Горовском предприятии, а несколько там вагонов, где-то немножко ближе к зоне разграничения, как бы казус Белли уже был бы готов. Вот в России это готовят со своей стороны. Уже американская разведка говорит, что определенные расположения отдельных воинских частей России, которые размещены на оккупированной территории на Донбассе, уже прибыли соответствующие специалисты для проведения провокаций под чужим флагом. Так это называется. А дальше, когда это только произойдет, очень важно, чтобы кто-то очень известный в Украине сделал заявление о том, как же мы дали этим русским. Вот наконец-то показали. Вот Порошенко не рискнул, а Зеленский молодец, начал войну против России, мы начинаем освобождение, так мы их подорвали. Порошенко тоже много что делал. Не очень-то это рекламирую я. Как мы уже потом узнали, убийство лидеров ДНР, многих террористов заметных, это и Захарченко, и Моторова, и другие. Это было за его прямым указанием из спецоперации. Это уже сейчас было. Но тогда никто не знал, и все, в том числе и я, даже когда что-то подозревали, всюду говорили, нет, это их внутренние разборки, это Россия расправляется со своими. Иногда даже знаешь, что мы немножко лжем. Но это делалось. А теперь представьте, происходит такая ситуация, и появляется, я вам назову фамилию. Я думаю, что этот человек уже подписан на эту провокацию. Надежда Савченко. Для мира у нее статус. Это та, которую освобождали всем миром, когда на саммите большой семерки или двадцатки стояли с этими плакатами свободу Савченко. И она для всех и символ определенный. Да, все понимают, что она уже обгадилась. Но, как бы, деталей все не знают. Плюс она имеет статус Героя Украины. И она выходит на одном из телеканалов. Желательно, чтобы это был государственный телеканал. Дом или Рада. Не важно, что это не услышат много людей в Украине. Важно, что это будет на государственном канале. Она там делает заявление. А как на заявлении, ну, на доме там вообще, это провокационный сепарский канал. А как на Раде, на откровенно пророссийские заявления ведущие молчат. Несом не пробует перебить. Мы уже видели эти моменты, когда там за Лукашенко и за Путина поддерживали вторжение в Казахстан. Как это все красиво им выглядело. Тихонько. Вот представляем себе. Она там выступает. И она рассказывает при молчании ведущих о том, что мы наконец-то показали, как мы бьем россиян. Как мы там их уничтожаем. Все. И эта новость разносится. Russia Today дальше по всем возможным каналам по всему миру. И Россия заявляет, у нас казус Белли. А теперь объясните нам на Западе, если герой Украины, знаменитая личность такая, делает заявление, что это сделала Украина. А ведь не она одна будет. Не надо пророссийских. Легко организовать через Курченко за небольшую сумму денег Гриценко Анатолия. Он до сих пор в кармане Курченко сидит и финансируется им. Легко? Легко. Можно ли каким-либо образом договориться через того же самого Коломойского, которого есть сегодня большие интересы в России, чтобы очень уклончиво, совсем другой способ, сказал это Юлия Тимошенко. Без восхвалений, как со стороны Савченко. Скажем, в форме. Я считаю, что это абсолютно безответственные действия, что Украине нужно быть осторожной. Нельзя было это делать. Я очень возмущена, что украинские там спецслужбы пошли на эту провокацию. Они не должны были это сделать. Представляете, вот я назвал вам уже трех лиц, которые могут это сделать. Я могу назвать еще 20, 30, 50 знаковых более-менее лиц, которые это могут сделать. И знаете, какое будет впечатление у Запада? Стоп. А что нам делать? А что нам делать с этими идиотами, которые в Украине взяли это на себя? Как мы должны ответить? Да, у них есть решение уже в США, что они будут вводить санкции против России при любом нападении на Украину, даже без введения прямого войска. Ракетные нападения, что-то прочее подобное. Подобные атакы. Эскандеры запустили по нас. Еще что-то там. Начали вбивать украинские самолеты. Но они будут в определенной мере растеряны. И введение этих санкций будет как бы идти расшатанно. Оно не будет одновременно. И Россия получит определенный баланс времени. А дальше, а дальше Бог его знает, как будет. И вот из-за того, что в Украине власть вообще сейчас как бы отстранилась от этих угроз. И я в силу того, что мы говорили по поводу Порошенко и возможного российского следа в этой провокации, я могу предположить, что и здесь не исключено, что именно из-за этого наша власть и делает вид, что там никакой угрозы нет. Эта угроза становится вдвойне серьезной. Потому что на самом деле, недавно прозвучало снова заявление Данилова. Он озвучил, мы не видим там угрозы. Мы не видим там проблемы. Вот когда мы там увидим проблему, мы тогда соберем совбез. А сейчас он признал, совбез, по крайней мере, где-то с начала зимы по поводу российской угрозы не собирался вообще. Вот вы представляете себе? Парламент Германии проводит отдельные сушения по поводу угрозы российской на границе с Украиной. В США конгрессовые сушения происходят по этому поводу. Совбезы всех этих стран занимаются исключением этим вопросом. Это самая главная проблема последних двух-трех месяцев. Единственный совбез из стран, которые хоть немножко как-то опосредственно дипломатически имеют какой-то контакт с этой зоной, это совбез Украины, который отказывается рассматривать этот вопрос. Ну что это может значить? Ну я считаю, но это диверсия. Я по-другому просто этого не могу объяснить. Да, вы можете сомневаться. Да, вы можете предполагать, что Россия поднимает ставки и шантажирует. Вы это можете. Да, вы можете предположить, что Запад не даст России вторгнуться. Но не собрать совбез, не провести предварительную подготовку для мобилизации, не организовать проверку мобилизационных списков, не организовать наконец-то доставку дизельного топлива к военским частям. У нас нет дизельного топлива. В достаточной мере даже для начала военных действий и для переброски основных вооружений в зону прорыва. У нас не завезено и не закуплено топливо. Закуплено 28% необходимого, а поставлено где-то 17-18%. Это значит, что его по сути нет. Но это только на обыкновенный мирный этап. Это не для переброски пожарной, где нужно тяжелую технику тянуть туда. То есть на самом деле происходит, на мой взгляд, подготовка для России, чтобы ей было легче без больших потерь ворваться на территорию Украины. А как будет дальше? Еще раз, пока что украинская армия боеспособна. Но сможет ли зауженный отдать приказ сам, без приказа Верховного Главнокомандующего, начать войну? Вот у меня вопрос. Он решится или не решится? Один из военных экспертов мне утверждал, что там уже запущены такие процессы, что если начнется, никто не будет ждать приказа Зеленского. Все будут работать сами. А я не знаю, вот будет или не будет. А как это сработает внизу в частях, когда войны не объявлено, а командующий зауженный дает приказ открыть массовый огонь. Не просто огонь на поражение на наступающие части, а огонь на уничтожение ресурсов, которые готовятся к наступлению. Там это ведь нужно предварительно делать, на то, чтобы сбивать российские вертолеты и самолеты. На противодействие противоракетным оружиям, против их ракет. Вот как это будет работать, если Совберс не подготовил этого решения. Ну, на мой взгляд, ну, я по-другому. Вот я не знаю, может быть, есть какие-то другие объяснения. Ну, я хотел бы их найти. Ну, я просто такой вот практик, который кучу лет в политике, в Верховной Раде, в вопросах безопасности. Я просто не могу найти другое объяснение, как это можно трактовать. Вот как. Вот угроза реальная есть, а власть вообще отказывается ее видеть и рассматривать. Провокации. Нас предупреждает, что Россия может начать войну, когда будут какие-то провокационные события, какой-то хаос и какое-то насилие. И власть сама провоцирует вот этот хаос и насилие. Вот как я должен это объяснить? Я очень не хочу верить в свою версию, с которой я начал, что это российский след. И Россия сегодня, по сути, руководит полностью действиями Зеленского и всех его силовых структур. Но как мне по-другому это объяснить? Вот если кто-то даст расширенное, хорошее, четкое объяснение по каждому факту. Вот это из-за этого, это из-за этого. Но я с радостью ухвачусь за эту версию, поскольку моя версия мне, откровенно говоря, очень не нравится.